При слове коррупции большинству, наверное, представляются миллионы бюджетных средств, уходящих в карманы высоких чиновников, миллиарды рублей, освоенные на строительстве дорог, вопиющие нарушения закона во многих значимых сферах деятельности. Многие думают, что коррупция – это что-то настолько далекое от простых смертных, что о ней и думать не стоит. А между тем, фактически все сталкиваются с ней постоянно. Коррупция проникла почти во все сферы нашей жизни. Хотите устроить ребенка в детский сад, поступить в бюджетное отделение вуза, получить квалифицированную медицинскую помощь. При помощи денег горожане получают также и всевозможные разрешительные документы, договариваются с сотрудниками ГИБДД, получают водительские права, оформляют пенсию. Да что там говорить, коррупция существует даже в ритуальных услугах. Стоит отметить, что нередко горожане сами являются виновниками подобного рода преступлений, выражая свою признательность за ту или иную работу мелкой взяткой. Причем у многих эта самая благодарность основательно вошла в привычку. Самое печальное, то что большинство людей, выражая таким образом благодарность, не считают, что они нарушили какой-либо закон. И уж тем более не думают, что они совершили грех. В настоявшемся очередном заседании антикоррупционной комиссии свою оценку этому злу дали представители духовенства Чистопольского района. Всевышний четко дает понять, что ни в коем случае нельзя ни давать, ни брать взяток. Почему? В другом из речений посланника Аллаха Мухаммеда будет вернув, что говорит? Да будет проклят тот человек и пойдет проклятие Всевышнего в этом мире и в ином тому, кто будет брать взятки, кто будет давать взятки и тот, кто будет участвовать посредником в этом большом грехе. Действительно, в исламе дать взятку или получение взятки, это является большим, тяжким грехом. Все наши проблемы заключаются в том, что мы сами недовлетворены своей жизнью. Что у нас, может быть, манят, что у нас дети нас не слушаются, что не тот дом, который мы хотели бы, мы в нем живем. И все это накладывает на нашу нравственную сторону, духовное состояние, мрачный печаток. Мы не видим той красоты, которая сейчас творится за окнами. Жалюзи, которые, кстати, нас, они не дают их увидеть. Так и мы закрываемся своими родительскими заботами от той красоты, которую Господь передал каждому из нас.